МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ух этим выпуском. Прочистые линейки, прихожие букеты и белые банты. Сегодня в Беларуси распочался новый научальный год. Будучи зорки великого спорта, больше 80 человек стали наученцами областного училища Олимпийского резерва. Парламентская кампания завершается формированием круговых выборчих комиссий. Один и День безпеки. У регионе стартовала масштабная профилактичная акция по попередженню надзвычайных ситуаций, правопорушенню и злочинствам. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Отремливать в школе максимум ведау. Такую параду в учням сегодня дал президент Беларуси. Александр Лукашенко в первый день нового научного года приехал в столичную школу номер 93. Тут урочистой линейкой открылся не только новый научный год, а началась и история научной установки. Президент отзначил, что эта новая будовля – подарунок микрорайону «Великий лес», названному «Огонор героев», которые оборонили свою землю в годы Великой Айчинной войны. Зараз многие из молодых родителей протягивают их славную историю в мирном жизни. Все лета за парты тут сядут около 900 детей. В первый научный год новая школа сформирована пять первых классов. Две просторные спортивные залы, где есть навод трибуны для глядачоу, тренажерные и хореографические залы, научно-тренировочный тир и два бассейны. Воволье створены усе умовы, чтобы отримать достойную среднюю адукацию. Если вы хотите быть конкурентными и конкурентоспособными в этой жизни, знаю при всей сложности нежелание учиться порой тяжести этого образования, надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания. В противном случае в будущей жизни вам делать нечего. Не только без образования, а главное без знаний. В противном случае не на кого вам будет пенять и обижаться. Ни на учителей, ни на родителей. Все зависит от вас. И дело не только в том, что более половины наших детишек, старшеклассников постараются поступить в вузы. Дело даже не в этом. Сегодня жизнь настолько усложнилась, что вам будет очень сложно просто быть рабочим. Потому что рабочий – это уже непросто. Это новая техника, очень сложная, очень тяжелая. Поймите меня не как человека, пришедшего сюда прочитать вам какую-то лекцию или нотацию. Мой вам совет – возьмите в школе то, что вы должны взять. Потому что завтра, уйдя из школы, это вы уже не возьмете. Потеряете время. Вы с помощью учителей и родителей создаете базу, фундамент на будущее. Поэтому мой вам совет – не буду вам говорить учиться, учиться, еще раз учиться. Возьмите максимум знания, на что вы способны. И определитесь, чем вы будете заниматься после школы. Александр Лукашенко урочисто уручил символичные ключи директору школы. Далее, разом с ее и старшиной Минхарвы-Канкама перерезали червоную стушку. А школьный звонок символизовал початок научального года. По краине сегодня первый в жизни школьный звонок прозвенел для 115 тысяч первоклассников. Для правнания у минулым навучальным годы личба складала лет больше за 110 тысяч. Усягота занятков приступили больше за миллион вучням. На урочистой линейке у Гомельской области сегодня пришли амаль 156 тысяч школьников. 17 тысяч, из которых – первоклассники. Первочерковая задача улада – забеспечить ровные махчимости для отримания якостных ведов усим детям. И в буйных городах, и в невеликих вёсках. Урочистости с нагоды Дня веда у Поболовской середней школы Рогачевского района наведали первый наместник премьер-министра Беларуси Александр Турчин и старшиня Гомельского облывы-Канкама Геннадь Соловей. Поболовская середняя школа установа с великим историчным минулым. Первая ТДШ церковно-приходская школа тут открылась у 1870-м годе. Сучасный будинок увели у эксплуатацию 40 годов тому. Все лето за парты тут сели 116 человек. Перед початком урочистой линейке он сбирается у классах, как поделиться уражениями от летних каникул и окреслить планы на новый навучальный год. У працонной биографии наставника Миколая Шепелева гэты класс першы, дзе он зявляется классным керавником. Разгод деці завершать в учобу, але назавсёды застанутся у серце наставника. Вначале, конечно же, волнения, когда тебе даётся класс. Ну а в целом мне деці с пятого класса, я с ними работаю в качестве учителя истории. Когда люди работают, когда они вместе какое-то заняты делом, и мы вместе, я считаю, что одно целое. Гэтым летом у высшейшой навучальной установы поступила половая выпускников Поболовской школы. С думкой об тем, что в сельской мясовости нельзя отримать трывалые виды, тут принципово незгодные. 75% наставников школы мают высшейшую и первую категорию. А про то, что за час учебы тут можно отримать профессию, что дозволяет отчувать себя на рынке працы, куды больше упевнена. В базе нашей школы для учащихся 10-11 классов организовано профессиональное обучение по специальности тракторист-машинист сельскохозяйственных машин. То есть, выходя со школы, они уже имеют первую свою профессию. У расистой линейка у Поболовской школы начинается у 10 годин ранецы. Добрые надборья и добрый настрой. У наставников, школьников, их батьков и гоноровых гостей. Первого вице-премьера Александра Турчина из старшины Гомельского облевыконкама Еннадия Соловья. Начинается новый научальный год, час новых открытий. Для нас самое главное то, что они познают мир. Мир, который сегодня увлекательный. Мир, который сегодня мир будущего. И самое главное, что материально-техническая база в Гомельской области, она обеспечена. И самым главным потенциалом наших школ является это педагоги. Педагоги, которые, можно сказать, большие буквы. Все лето у Поболовской средней школы 12 первоклассников. До школы рыхтовалися, наведывали специальные занятки у дитяшем садку. Хвалюются, правда, все ровно, але обесают. Вучиться будем добра и гонор установы подтрымаем. Мы обещаем не лениться, без опоздания приходить. Старательно всему учиться и в школьную семью любить. Для Поболовской средней школы сегодняшний день ведау гэтая ши-день подарунков – компьютерный класс от Совета Министров. Сегодня Беларусь имкнется стать АйТи-краиной, а тому учени любой школы повинны иметь доступ до сучасных технологий. Обсталявание для столовой и спортивный инвентар от Абл-выконкама и музычная аппаратура от Улада района. После завершения линейки для гостей проведут экскурсию по школе и запросить на встречу с выпускниками. Размова об ситуации Украины, перспективах отримания профессии и карьерного роста для молодых людей. 11-ти классники на порозе нового этапа життя. Зараз я не думаюць выклюшна о будущем, але праздник и час обовязково прийдуць у школу знов. Годы детинства и юнацтва, дорогие сердцу люди, не забываюцца николи. Я вспоминаю свой первый класс, свой выпускной класс. Вот это волнение разное. Разное первое, когда ты идешь в школу. Волнение, когда ты в школу заканчиваешь, идешь во взрослую жизнь. Я хочу сказать, вот по прошествии стольких лет, я вот абсолютно уверен, что школьные годы – это, наверное, лучшие годы в жизни каждого человека. Поэтому, наверное, их… К сожалению, когда мы учимся в школе, иногда этого не ценим, а это осознание приходит только после того, как закончишь школу, но, к сожалению, этих лет уже не вернуть. Олешин Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадиокомпания «Гомель», Рогашовский район. У Гомеля за школьные парты сегодня у першиню сели больше, как шесть тысяч першоклассников. Минови Таяны – головные герои святочных мероприемств, которые дали старт новому научальному году. Наш корреспондент Евгения Кухаронак наведала линейку у гимназии номер 10. Букеты кветок, яскравые поветренные шары и стяжки. Он утреный двор гимназии знов наполнился дитячими голосами, батьковским хваляванием и ветливыми усмешками педагогов. Усе в чекании первого звонка, который начнет новый научный год 2019-2020. Запал на покорение новых вершинь задают минулогодние достижения. Наученцам гимназии удалось пополнить скарбонку узнагород шестью дипломами заключного этапа Республиканской предметной олимпиады, десятью высшими узнагородами международных конкурсов. По выниках централизованного тестирования гимназия вошла у тройку лепших научных установ города. Им к ней недолидерство, напевно, было закладено тут удалеким минулым. В 1961 году установа стала первой школой в городе с поглибленным выучением английской мовы. Для дальнейшей пленной деятельности подарунок от гомельского гарвы «Канкама» сертификат на 15 тысяч рублев. Мы очень неплохо закончили прошлый год. Это общее мнение. Об этом говорят результаты, централизованное тестирование, участие в олимпиадном движении. У нас очень много побед, больше, чем в другие годы. Поэтому я хотел бы, чтобы эта традиция хорошая, она была продолжена. Новых знаний, новых успехов, побед нашим школьникам. Это тот период, когда закладывается фундамент будущей взрослой жизни. Поэтому надо каждый момент, каждый день использовать на полную катушку, как говорят в народе, чтобы потом стать хорошим специалистом и востребованным человеком. У центра уваги у гэтый день, конечно, першоклассники, а их немало – 108 человек, удвоя больше, чем в минулом годе. Слово венчаванию и парады от самых опытных гимназистов, от 11-классников, а так само от первых наставников, гучать у адрестых, кого чакая першая приступка по лесу вецедов. Для 11-го класса последний звонок, а для 1-го – первый. И я вот уже в этой школе пятый раз прихожу на эту первую линейку. И волнуюсь, как первоклассница. Поэтому я поздравляю всех учителей, всех родителей, всех деток с началом учебного года. В добрый путь вам, дорогие ученики! Зусим, первый школьный звонок сберет у всех на уроки. Сегодняшних непосед чекают новые открытия. Пожидаем, как их детячие мары сдействовались, а обранные профессии перетворились с фантазией урочаисность. Хочу стать умным, чтобы я стал сам инженером. Наперед доведал. Евгений Кухаронак, Валерия Панько, телерадио «Компания Гомель». Урочистыми линейками початок нового учебного года сегодня сустрели средние специальные и высшие научные установы. Как приняли новоспеченных студентов в Гомельском государственном медицинском университете, смотрите в репортаже Вероники Гамзюковой. У этих молодых пригожих и амбицийных девочек и юных 11 приступов школьного життя уже заплечима. Они успехово переодоляли один из самых высоких конкурсов и доказали свое право стать студентами престижной ВНУ. И, кажется, хваляться уже нема об чем. Однако урочистость моменту обвязывает. Подтримать молодь в такой отказный день пришли керовники и выкладчики установы, а так само гоноровые гости. Хочу пожелать ему сердца, амбициозности здоровой, потому как доктор – это, во-первых, человек уважаемый, человек знающий, человек постоянно повышающий свое образование. Ну и, надеюсь, через 6 лет встретит достойных выпускников. Все лето Гомельский державный медицинский университет принимает около 500 белорусских и 150 замежных студентов. Сирот их и першокурсница Юлия Козлова. У нее самый лучший показчик по уступных баллах – 356. Зараз теперь уже студентка марить стать врачом-диагностом. Всегда была моей мечтой стать врачом. Я думаю, что ГОМ-ГМУ – это отличная возможность проявить себя и завести новых друзей. Я рассматриваю или УЗИСТ, или расшифровка кардиограмм – два направления. А почему? Я думаю, что это интересно. Сегодня у новоспеченных студентов начинается самостоянное життя, наполненное новыми ведами, открытиями и здеснениями. Поспеховый в учебы им пожадал ректор университета Анатолий Лизиков. Мы волнуемся вместе с первоклассниками по той причине, что раз работаешь с молодежью, то надо быть в таком состоянии. На приконце урочистостя першокурсникам уручили ключ ведов и уникальные для нашей в области студентские билеты. Это одночасовый пропуск во университет и интернат, а так само банковская картка. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Вучиться перемогать. Свято с нагоды Дня Веда отбылось сенья и у Гомельским в училище Олимпийского резерву. Подъем держау на гостях под гимну «Твой гонор» на чемпионатах света, Европы и Олимпийских гульнях. Это кульминация карьеры профессийного спортсмена. Затповедной церемонии распочалась линейка в училище. Выховывать чемпионов тут умеют, а маль кожный призер теперь оможца престижных стартов. Гомельское училище – одно из левших в Украине. Научальный год распочался для больше, чем 300 юнаков и девочек. 80 их – новички. Правда, в спорте их початковцами не назовешь. 11 членов национальных сборных, 2 мастера спорта. За лето серьезно омоцевали материально-техническую базу. Так что научальный и тренировочный процесс станет еще больше эффективным. В училище созданы все условия для хороших результатов. Бесплатное питание, хорошие учителя, очень хороший режим и дисциплина. Мы берем лучших из лучших. То, что ребята попадают уже со спортивными результатами, это нас радует. Мы очень тесно взаимодействуем с тренингами спортивной школы. Есть понимание. Ну и надеемся, что эти ребята здесь не потеряются, потому что в нашем училище созданы все условия. Выборчая кампания уступает в активную фазу. Другого веков в Беларуси – опошний день формирования круговых выборчих комиссий по выборах депутатов в Палаты представников. А уже третьего веков претенденты на депутатские мандаты смогут подавать документы об регистрации инициативных групп по сбору подписов у их поддержки. Наши корреспонденты сегодня у Гомеля наведали суместное посетение Аблвы Конкама и президиума Аблсовета по вопросу створения областной и округовых выборчих комиссий. На 13 месяцев областной выборчей комиссии претендовали 20 человек. 14 кандидатур вылучили политические парты и громадские объединения. 4 выборщики шляхом сбора подписов и 2 – працовные коллективы. По выниках голосования членов Аблвы Конкама и президиума Аблсовета депутатов областная выборчая комиссия сформирована в полном составе. Вызначены на посаджении состав окружных комиссий. Их 17. На 221 место заявки подали 330 человек. Коля половы вылучшения от громадских объединений. Членам исполкома и президиума было не просто сделать свой выбор, но они сделали. Очень активно участие в выдвижении принимали общественные объединения. Политические партии, практически все партии, которые представлены в нашей области, они выдвинули своих представителей. Ну и также, как всегда, активно участвуют общественные объединения. Спасибо им за эту активность. Все это позволило сформировать комиссии в их максимальном почистенном составе по 13 человек. Я уверен, что они смогут выполнить все требования избирательного кодекса и провести избирательную кампанию на высоком организационном уровне. Старшини областной и окружных выборчих комиссий будут выбраны шляхом голосования на первых посаджениях. Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Один и день безпеки. У Беларуси 1-го вересня стартовала масштабная профилактичная акция, накерованная на попереджение надзвычайных ситуаций, правопорушения и злочинствов. Мероприемства будут проходить на протягу 10 дней. Только в Гомельской области плануется провести свыше 800 тематичных акций. Школьников, студентов и працанных научат, как деничать при пожарах, авариях, оказывать первую медицинскую допомогу. Проверки системы оповещения проводятся праз СМС и трансляции поведомлений у телевизионных и радиоэфиры. Розные установы отпрацуют в безопасности проведения эвакуации. У подразделениях МНС пройдут дни открытых дверей. Это и так сама иншая новинка. Вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве матери шестилетнего ребенка. 26 августа тело женщины, присыпанное землей, нашли в деревне Круговец на даче погибшей. К преступлению оказался причастен местный житель, подрабатывавший на подворьях у дачников. Предполагается, после совершения убийства подозреваемый взял за руку сына хозяйки и повел его к железнодорожной станции Салтановка. Сел в поезд, а мальчика оставил на перроне. Брошенного ребенка приметила кассир. Она отвела его в местную школу, а директор сообщила случившимся в милицию. Ребенок смог назвать свое имя и фамилию, а также возраст. В ходе разбирательства выяснилось, мальчик вместе с мамой приехал на дачу из России. Там остался их папа. Впоследствии он приехал в Беларусь, чтобы забрать ребенка. В ходе осмотра прилегающих к даче территории обнаружили присыпанный землетрупп женщины. Соседи подтвердили, что это мама мальчика. Оперативники уголовного розыска Жловинского РУВД установили, что в деревне проживал 33-летний гражданин по имени Слава, который подрабатывал на подворьях у местных жителей. В последние дни его никто не видел. На протяжении пяти дней сыщики проводили розыскные мероприятия по установлению мужчины, который, со слов очевидцев, купил билет и уехал. 1 сентября его задержали по подозрению в совершении убийства женщины 1974 года рождения. В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным. В Гомеле 7 июля после праздничного застолья 54-летний мужчина убил котенка. Когда гости, отмечавшие день рождения дочери, сожительницы хозяина, разошлись, тот увидел, как животное прыгало на стол. Не на шутку разозлился и решил котенка проучить. Мужчина схватил котенка, отнес его на пустырь, где убил. Свидетелями преступления стали случайные прохожие – женщина с маленьким ребенком. Она ей позвонила в милицию. Гомельским городским отделом Следственного комитета мужчине предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, совершено из хулиганских побуждений в присутствии малолетнего. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. К дорожной обстановке в Светлогорском районе в двух ДТП пострадали пять человек. Аварии произошли на одной и той же дороге по одинаковой причине – нарушения правил обгона. На участке автодороги Октябрьский парич и речица 34-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем «Сиад» на перекрестке. Оба транспортные средства двигались в попутном направлении. Водитель мотоцикла пошел на обгон, а владелец легковушки начал выполнять левый поворот. В итоге мотоциклист с травмами доставлен в больницу. А вот еще одно ДТП – та же автомобильная дорога и тот же маневр – обгон. Выполнить его решил 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат». На встречке он столкнулся с Рено, а потом ударился об иномарку, которую обгонял. В аварии пострадали четыре человека, а механические повреждения получили три машины. Людей с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Помните, что соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности ваших поездок. Поэтому при совершении различных маневров, в том числе обгона, будьте внимательны, конечно. И при совершении обгона проверьте и будьте уверены в том, что ваш обгон безопасен не только для вас, но и для других транспортных средств. У меня все. Далее новости спорта. Спасибо за внимание. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Серебро и бронза. Таков итог выступления сборной Беларуси на чемпионат Европы по боксу среди женщин. Турнир проходил в испанском Алькабендосе. Обе награды на счету гомельских спортсменок. До финала дошла Виктория Кебикова. В поединке за золото гомельчанка раздельным решением судей уступила турчанке Элиф Гюнери. 3-2. Бронзу выиграла Юлия Панасович. В полуфинале весовой категории до 54 килограммов белоруска уступила россиянке Карине Тазабековой. 1-4. После континентального первенства сборная Беларуси начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России в октябре. 15 голов Сергея Орловского не помогли. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» уступила в стартовом матче чемпионата Беларуси на домашнем паркете. Подопечный Сергея Цыганкова принимали столичный БГУ ФКСК. Первый там остался за студентами. 15-19. После перерыва хозяевам переломить ход встречи не удалось. Единственный отрыв сократился до трех мячей. На табло после финальной сирены горели цифры 35-38. Самый результативный в составе гомельской дружины Сергей Орловский. На его счету 15 голов. То, что вратари ничего не помогают на сегодняшний момент, это однозначно. Нужно как-то менять взаимодействие защиты и вратарей. Вроде бы как и подходили на два мяча, имели атаку на один, получали тут же на минус 5, опять три атаки подряд. Спешка, неподготовленные броски, слабая реализация выходов, к сожалению, в первом тайме. Нужные мячи во втором тайме не забросили. Много потерь. Все, что сделали потери, это были обрезки. Сразу же обрезка шла в наши ворота. Следующий матч Гомель проведет 4 сентября также на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Соперник СКА. Начало в 19.00. Без сюрпризов. Женская команда гонбольного Гомеля в первом поединке чемпионата страны задачу тренерского штаба выполнила на отлично. На старте дружине Томожа Чаттера в сопернике досталась Витебчанка. Борьбы, как и ожидалось, не получилось. Класс соперников слишком разнится. Хозяйке паркета позволили гостьям в первом тайме провести лишь пять результативных атак. Сами же записали в свой актив 19 голов. После перерыва гомельчанки оборотов не сбавили и продолжали бежать в атаку, выполняя тренерскую установку. Как результат, во втором тайме Витебчанка получила в свои ворота 28 мячей. Ответили гости шестью точными бросками. Ниток поединка 47-11 в пользу Гомеля. Восемь голов в командную копилку положила Наталья Котина. Она самая результативная в рядах хозяек. С таким соперником, конечно, надо очень серьезно подходить, не расслабляться, потому что в таком состоянии можно, не дай бог, где-то травму получить, сосредоточиться. Тем более, это первая игра чемпионата. Надо было показать, что у нас коллектив, команда готова к бою, к сезону. Пошли, девушки, то, что я хотел, серьезность. Это самое главное. И целых 60 минут бежать. Это получилось, поэтому каждые по 15 минут поменяли угли, да, не теряем скорость. Центральный всегда меняет целую игру, и поэтому так будем в этом сезоне играть. Просто бежать, и хорошая защита, и контратака. Следующий матч Гомель проведет в среду, 4 сентября, также дома соперник БНТУ-2. Начало в 17.00. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры подогнал «Симон»